здравствуйте на канале это он тв программа разбор болотов сегодня веду я михаил горин а у меня в гостях журналисты журналист 1 радио павел маргулян здравствуйте и журналист радио река цви зильбер добрый вечер добрый вечер высказывание главного полицейского страны генерального инспектора полиции израиля ронни аль шейха стала причиной скандала про не аль шейх заявил что выходцы из других стран то есть иммигранты совершают по статистике полицейской естественно гораздо больше правонарушений чем другие и во всех странах так происходит и вроде бы ничего бы особенно криминального в этом высказывании не было если бы ни одно но он то сказал отвечая на вопрос почему полицейских существует предубеждение к мигрантам то есть репатриантам из эфиопии и вот в этом потому и разразился скандал выходцы из эфиопии восприняли это как оскорбление что вот их считают большими преступниками чем других ну и пошло-поехало как это уже не раз было в израиле в таких случаях коллеги сначала первый вопрос скандал на пустом месте раздут или для него есть основания все таки надо быть осторожнее таких высказываний ну тут это и другое во первых это я бы так сказал скандал августа месяца пустого сезона сезона огурцов когда не о чем больше говорить а во вторых роня аль шейх вообще он довольно у него несколько уже было таких безапелляционных заявлений на которые за которых были такие мини скандалы какие то вот одно из них естественно лидеры эфиопской общины за него зацепились требует извинения считают это оскорблением ну и все вот вот он и вышел скандал да и а еще они прицепились тому что он по моему своем вступлении назвал их мигрантами и да это тоже обижает репатриантов мы не мигрантами и репатрианты и то какие то основания для скандала были для того чтобы поднять особенно для политиков что и произошло на мой взгляд но смотрите если действительно такая статистика существует на которую ссылается роня аль шейх то что же с этим делать во первых я считаю вот уверен что генеральный инспектор полиции такие вещи не должен был озвучивать это его большая ошибка теперь по существу конечно у нас в израильском обществе расизм существует его достаточно с другой стороны у нас достаточно есть не знаю как назвать тенденции попыток использовать расизм как предлог для того чтобы добиться каких своих интересов то есть все что представителям каких-то отдельных общин не нравится они тут же объявляют расизмом и сломофобия и так далее тогда если мы говорим об эффективности полиции по существу вопрос о чем говорит дальше дальше говорит что у нас в израиле преступность среди выходцев из эфиопии она вдвое больше чем их процент населения если мы возьмем несовершеннолетних преступников в четыре раза больше это означает что изначально чисто по статистике полицейские относятся к выходцу из эфиопии с большей подозрительностью с предубеждением с предубеждением совершенно верно реально в чем это находит отражение на на практике да что полиция более склонны их обыскивать или там подозревать чем-то обвинять чем-то и так далее это неприятно с другой стороны мы совсем недавно поднимали эту тему связи с например с безопасностью в аэропорту бен-гуриона то что изучается сейчас и перенимается во всем мире что мы да у нас есть предубеждение к арабам и мусульманам но не потому что мы расисты а потому что мы руководствуем со статистикой мы понимаем что вероятность того что террорист будет буддистом там или иудеем там или еще кем-то христианином она практически равна нулю а вероятность того что террорист будет мусульманином она равна сто процентов чтобы нам сделать нашу охрану безопасности более эффективной значит мы проверяем выборочно скажем так группу риска с моей точки зрения в этом нет ничего плохого и если благодаря этому будут спасены человеческие жизни будет предотвращен теракт то я просто двумя руками за посмотрите что происходит в в америке вот в свете последней волны протестов black lives matter они утверждают что полиция у полиции слишком легкий палец на курке только тогда когда речь идет об афроамериканцев полиции полицейские скажем так быстрее стреляют в афроамериканцев чем меньше задумываются и наверняка тоже есть статистика на этот счет потому что преступность среди афроамериканцев она выше чем среди белых или там через выходцы из латинской америки там и так далее и так далее и так далее вот одна наша коллега не буду называть ее имя она как-то поехала в соединенные штаты америки она ну вообще блондинка такая маленькая в общем то вряд ли у кого-то она может вызвать какие-то ощущения там опасности агрессии или опасности и вдруг ее она прилетела в америку руке его в аэропорту крупного американского города задерживают сажают в кутузку она там проводит там жуткие совершенно 12 часов в обществе там каких-то совершенно страшных там каких-то страшных каких-то бабы которые ведут себя очень агрессивно и так далее она уже все она уже кому только надо она позвонила выхода из ситуации совершенно она не видела вдруг неожиданно пришли и освободили принесли извинения освободили и сказали пожалуйста идите там и так далее что это было она спрашивала у всех своих знакомых и объяснили что полиция же не может арестовывать только афроамериканцев или там только мусульман потому что их тут же обвиняют в расизме поэтому время от времени они арестовывают там белых блондинок для того чтобы показать что нет вот у нас есть статистика мы арестовываем всех то есть это как бы другая сторона другая сторона медали вот давайте сделаем выбор как как мы мы имеем виду как общество что мы хотим чтобы у нас было было все цирлих манирлих и чтобы мы показали что мы расизм нам чужд имеется ввиду в нашем официозе или мы все-таки хотим чтобы наши службы безопасности работали эффективно и приносили максимальную пользу вот в чем вопрос то есть практически переводя вот все то что сказал в заключении цви на общедоступный то выбор у нас простой дать добро полицейским продолжать с предубеждением относиться к репатриантам из эфиопии только потому что статистика полицейская показывает что они совершают если мы доверяем этой статистике что они совершают свои преступления чаще чем выходцы допустим из русскоязычные общины здесь ситуация такая чего мы ждем от нашего генерального инспектора полиции чтобы был полицейским или политиком или пост генерального инспектора это как бы фифти-фифти он на должен быть и полицейскими политикам он заявил это как полицейский он обосновал у нас есть основания статистические подозревать скажем так с больше подозрительности относиться к выходцам из эфиопской общины мы не задаем уже давно вопросы почему в аэропорту о котором говорил ты правда говорил о другом аэропорту в нашем аэропорту бен-гурион арабам задают наверняка в два раза больше вопросов чем евреям службы безопасности это же из этой же оперы потому что есть статистика и практика которая позволяет нам более внимательно досматривать их более тщательно и досматривать их более тщательно поэтому я не вижу вообще никакой проблемы сказал то что есть на самом деле он сказал что с чисто человеческой профессиональной точки зрения они относятся с больше подозрительностью к представителям эфиопской общины давайте вспомним вспомним какие насильственные демонстрации устраивали представители эфиопской общины там дрались с полицейскими кидали там камни в машины первое но мы все это хорошо знаем другое дело здесь элемент расизма может быть если на инструктаже полицейских говорят если вы ищите подозрительных на улицах там совершено преступление и видите рядом двух белого и черного условно говоря то скорее всего надо брать черного здесь вот расизм есть да я с этим не согласен я не думаю что так этому обучает наш полицейский все остальное роня аль шейх он в общем сказал ну что вы от меня хотите это статистика полицейские тоже люди если они знают что представители эфиопской общины чаще совершает преступление значит так они к ним относятся с большей подозрительностью помогает естественно для любого человека для полицейского в том числе знаете я посмотрел вот что происходит вот в упомянутой америке вот институт миграционной политики сша привел такие данные что 690 тысяч нелегальных мигрантов совершили самые серьезные правонарушения правонарушения и повинны в тяжких преступлениях я могу миш я могу поделиться у меня есть данные значит а по американской статистики в год американская полиция убивает примерно 430 человек американская полицейская что значит с другой стороны в год убивают примерно 50 полицейских офицеров полиции американской я не знаю более подробную статистику но я практически уверен Кто стоит за этими убийствами Американских полицейцев В большей части процентов Представители каких общин американских Без дополнительных подробностей По-моему это понятно Вопрос какой вывод из этого надо делать Что они относятся, что у них рука Как сказал ЦВ Палец более легкий на курке Когда они имеют ввиду с представителями Вы знаете Я согласен с тем что говорит Паша Но Ронни Альшейх Возвращаясь к нашему генеральному инспектору Он попытался объяснить свою позицию На следующий день И он говорит другое Что мы пережили то же самое С представителями всех Волн Алии У нас было то же самое с еменцами И то же самое было с марокканцами И то же самое было с русскими И с кавказцами и так далее Я помню много таких историй Когда русские ребята Внешне их можно было идентифицировать Как русских Шли по улице Просто так к ним подходила полиция Проверяла документы Обыскивала Попросила показать Что есть в карманах Им было это очень неприятно Они были очень оскорблены Потому что в общем-то Ничего противоправного Они не совершали Таких историй было много Сегодня То же самое могут сказать Видимо Видимо Я не знаю Я не забираю такие истории Из других общин Но по всей видимости Такие же истории Могут рассказать Выходцы из Эфиопии Но Ронни Альшейх Говорит что пройдет пару лет Они абсорбируются Возможно будет какая-то другая Новая волна Алии Которая принесет Преступность в другом секторе И мы эти правила изменим Это то что он сегодня говорит Очень много статистики Которая касается Репатриантов вообще Куда смешивают вместе И русских И эфиопов Скажем например И французов И так далее И именно поэтому Он говорит о Преступности В среде иммигрантов Ну скажем так Что под этим имеется в виду В новоприбывших То есть людей Которые приехали сюда Из чужой культуры Из другой страны И вживаются В израильское общество Несомненно Это стресс Для любого человека Эмиграция это стресс Эмиграция это большой стресс Которые ищут Какой-то социальный лифт Которые ищут Какой-то выход Из своих материальных проблем Есть исследования Кстати эти исследования Не так однозначны Как вот кажется На первый взгляд Но тем не менее Исследования говорят Что действительно В эмигрантской среде Я беру сейчас все Я не буду уточнять Репатрианты Не репатрианты В эмигрантской среде Преступность Она немного Или много выше Но Я совершенно Не усматриваю Здесь обязательно Проявление расизма Потому что я говорю Есть у нас расизм Несомненно Я не буду это отрицать Есть у нас расизм Бытовой Бытовой Какой угодно Есть у нас расизм Но мы с ним боремся Мы к нему относимся Негативно Мы его всячески порицаем Но с другой стороны Точно так же Существует Стремление Отдельных общин Использовать Вот эти обвинения В расизме Для того чтобы Лоббировать Какие-то свои интересы Это тоже Я не знаю Я не согласен Что нужно обязательно Ставить на это клеймо Расизма И по этому поводу Обижаться Повода для Недовольства Тем что произошло На мой взгляд У эфиопской общины Все таки есть Во-первых Не всякую статистику Нужно на мой взгляд Обнародовать Есть вещи Которые находятся Для внутреннего пользования Может быть Специального полицейского Согласен Я считаю Что генеральный инспектор полиции Не должен был Эти вещи озвучить Не должен был Говорить Давайте вспомним Потому что Это действительно звучит Как указание Всем полицейским Значит С большим предубеждением Относится Но это все равно Это прозвучало В силу его Должности Вспомните 90-е годы Министра труда Орона Мир С ее знаменитым Высказыванием Что Русские репатрианты На 30% Состоят Из Психически больных Людей На 30% Из алкоголиков И на 30% Я уже не помню Из кого Ну тоже В общем-то Какой-то Полукриминальный элемент За давностью лет Уже забыл Тоже хороший оставшийся За давностью лет Уже забыл Что это было Расизм Но язык не повернется Сказать Что это расизм Хотя Может быть У нее была Какая-то там Статистика Были полно разговоров В свое время Что русские Но тем не менее Обида была Обида была Справедливая Да Мафиология Совершенно верно Потом Когда в конце концов У нее была опубликована Статистика Спустя там 10-15 лет И оказалось Что преступность Среди русских Подростков Практически равна Общеизраильской То есть Мы как-то быстро С этим справились Русская лия Вопрос в том Насколько С этим быстро справится Эфиопская лия Судя по той Нехорошей статистике Я так подозреваю Что у них Это возьмет Больше времени Потому что Они приехали Из другой цивилизации Просто Когда вот это Предубеждение Вот это Предвзятое отношение Со стороны Израильтян По отношению К русским Мы же не называем Это расизм Совершенно верно Я об этом Это не расизм А когда С той стороны Оказываются Представители Эфиопов Которых мы видим Как считаем Представителями Другой рас То здесь Да Можно сказать Что это Я очень много слышал Что когда Предубеждение Ко стороны Русским Тоже называли Расизм Мы же не другой Раз Ну странно Я не знаю Мы другой Я знаю Другого языка Другой страны Очень часто Это называли Россией Очень часто Неправильно Расизм В социальных сетях Случат обвинения В адрес Израильтян В расизме В адрес Это просто неправильно Неправильно Использование Слова Расизма Это уже знаете Это уже Принцип того Что кто захочет Обидеться Тот найдет Повод И за что Хорошо Большое спасибо Коллеги В общем-то Мнениями обменялись Ваша точка зрения Понятно Напомню Что со мной В студии Были журналисты Павел Маргулян И Цви Зильберг Всего доброго До свидания